Всем привет, ребят! С вами снова Диана, и сегодня я для вас снимаю видео, в которых я отвечаю на ваши вопросы. Как вы все знаете, рубрика называется Q&A. Что вы делаете? Вы задаете мне просто вопросы на Ask с хэштегом Q&A, и я отвечаю на эти вопросы. Вопросов в этом выпуске будет мало, но, надеюсь, будут все интересными, так что поехали. Отвечаю на стопку вопросов, как вы любите их задавать. Пожалуйста, не делайте этого больше. Ну так вот, кем ты в детстве хотела работать? У меня в детстве все было по плану. Я хотела работать с санкой, потом подняться до барменов, потом администратором, а потом как бы директором. Вот у меня была такая идея в голове, не знаю почему, но вот так вот. Назови пять мест, которые обязательно надо посетить в Пусане. Пляж Хеонде, это где я живу. Пляж Куанали, это другой пляж, куда я очень люблю ездить, когда мне грустно, когда я хочу расслабиться, просто я сижу там и смотрю на мост. Шинсэгэй Департмент Стор, самый большой в мире торговый центр, занесен в Книг Рекордов Гиннесса. Там очень классно, люблю там ходить, шопиться. Здание Пусанского интернационального кинофестиваля, там тоже очень круто. И, наверное, Нам Пудом, это улица Фэшн, там, получается, ты идешь и по бокам магазин, 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 равносильно, как Миндон в Сеуле. Только у нас это Нам Пудом, вот. Ты опаздываешь в школу? Да, я частенько так опаздываю, но вообще у нас в школе нельзя так делать, у нас за два опоздания ты остаешься после урока в школе, сидишь и учишься, что не очень весело, поэтому стараюсь этим не заниматься. Хорошая ли у тебя память? У меня, ну, как сказать, вообще на какие-то вещи, да, но вот, допустим, до как проехать до места или как дойти до места, если я не ходила по этой дороге определенное количество раз, то я не могу запомнить, как туда пройти. Моя подруга называет это топографический кретинизм, если хотите называть это так, ну да. А так у меня очень хорошая память на лица и голоса вроде. Ты боишься перемен или любишь их? Я считаю, что любые перемены это хорошо, потому что в итоге это значит, что ты не стоишь на месте, ты идешь куда-то и пусть это даже плохие перемены, они к чему-то учат, к чему-то тебя приводят. Поэтому я люблю их и боюсь, конечно, но все равно люблю очень сильно. Вторая стопка вопросов и, наверное, последний вопрос, на который я сегодня отвечу, потому что больше не на что отвечать. На кого я планирую поступать? Я планирую поступать на факультет, связанный с кинематографом, потому что я люблю очень этим заниматься, мне это очень интересно, и я хочу узнать, как это делать профессионально. В какой университет? На самом деле, в какой возьмут? Я сейчас буду подавать документы в Новой Зеландию, Австралию, Сингапур, Гонконг. Сначала моим приоритетом был Гонконг, но сейчас я посмотрела кучу других разных университетов, мне все они нравятся, так что как меня примут, уже я буду выбирать, куда поступать. Планируешь жить в Пусане или переезжать в другой город? Пусан я безумно люблю, он за три года мне стал очень-очень родным, но я считаю, что мир слишком большой, чтобы постоянно сидеть в одном месте, и я хочу повидать огромное количество стран, и поэтому я переезжаю. Нравится жить в Корее? Безумно нравится, если бы не нравилось, я бы сюда и не переехала, в общем-то. Насколько хорошо ты знаешь корейский по десятипальной шкале? Уф, ну, наверное, я скажу на троечку, потому что я могу поддержать диалог, могу понять своего собеседника, могу что-то объяснить, могу прочитать, могу посчитать на пальцах, но, допустим, о политике, уф, про такое разговаривать я не могу. Как учила корейский? В школе у меня в России, в гимназии, было на выбор два языка, китайский, корейский, и плюс еще английский. И я попала на корейский язык, там я выучила буквально базу просто, как читать, как считать, вообще грамматику на минимуме. И вот так, в принципе, я и живу. Ну, еще потом я смотрела очень много дарам и слушала очень много горыских песен, так что, может быть, это еще помогло, так что, не знаю. Какого класса учишься в Корее? Я учусь тут с девятого класса, получается, в девятом классе на осенний канику я сюда приехала, мне бизуна понравилась. Мне сказали, что российское обучение тебе не поможет сейчас, если хочешь начать учиться в этой школе в американской, то оставайся тут. Так что я осталась. И это все вопросы, как бы, мне больше не на что отвечать. Надеюсь, что вам этого хватило. Если вы хотите задать мне какие-то вопросы, на которые бы я ответила вам в видеоформате, то пишите обязательно мне на Ask, ссылка внизу, все внизу, с хэштегом Q&A. Все очень легко, и, пожалуйста, не задавайте мне вопросы с кнопками, то есть там 1, 2, 3, 4, 5, нет. Просто один вопрос, хэштег Q&A, другой вопрос, хэштег Q&A и так далее. Так что это все на сегодня, я вас всех очень-очень сильно люблю и увижусь с вами в следующем видео. Пока-пока!